Празднование Дня города Глава Талдомского района Владислав Юдин. Глава города Николай Гречишников поздравил всех с праздником. Поздравляю всех с 55-й годовщины нашего города и хочу сказать огромное спасибо всем лоблицам, особенно нашему бизнес-сообществу, особенно нашим бюджетникам, особенно нашим общественникам, всем нашим людям, которые обеспечивают наш социальный мир в нашем городе. Огромное вам всем спасибо. Памятник чернобыльцам открыли музыкальную школу, первая школа, которую открывает предприниматель. Будет совсем не дано, вот отремонтировали и хороший стал парк, и будет еще очень много всего. Хочу вам пожелать быть здоровыми, сильными, успешными. Только тогда мы можем идти к хорошим результатам, когда у нас есть в руках дело, которым мы занимаемся и тому, к чему мы стремимся. Любой город растет быстро, а Лобни особенно. Но я всегда говорю, можно построить и дома, и хорошие дороги, но душа города – это люди. И именно вы делаете город интересным, замечательным. И самое главное, то, что вам хорошо и интересно здесь жить, и больше чем уверена, что будет еще лучше. С праздником еще раз! Дорогие любимые лобнинцы, губернатор Московской области Андреевич Горобьев просил передать вам слова благодарности за ваш замечательный труд и поздравить вас с 55-летним юбилеем самого лучшего города, не только Подмосковья, но и России. Лобня с 55-летним юбилеем! Ура! Город очень молодой, очень перспективный, много делают власти, для того, чтобы город был более благоустроен, более красив, но и самое главное, чтобы он с каждым годом становился все моложе и моложе. Еще раз искренне хочу вам пожелать, чтобы сегодняшний день был особым днем для города Лобни, но и вы встретили его тоже особо. Поздравляю с праздником, Николай Николаевич! А вам хочу выручить памятный адрес от администрации Талдомского района. Мы с вами очень много работаем совместно, и Николай Николаевич, наверное, уже многим рассказал, что многодетные семьи получают темильные участки на территории Талдомского района. И вот как раз, я думаю, в этом году счастливые обладатели уже получат дополнительные свои участки, которые сделают дачу и будут жить в самом экологически чистом районе Московской области. Из рук главы города были вручены лобнинцам высокие награды. Звание почетных гражданин города удостоена Татьяна Рогова, заместитель директора главного редактора Лобнинского информационного агентства. Татьяна Борисовна делала очень много для того, чтобы история Лобни осталась в веках. Она написала книгу, которая для многих из нас сегодня уже стала настольной книгой. Это история развития города Лобня. В торжественной обстановке лобнинцам были присвоены такие звания, как почетный работник культуры города Лобня, почетный работник жилищно-коммунальной сферы города Лобня, почетный работник сферы обслуживания города Лобня. Знака отличия за заслуги перед городом удостоены ветераны Великой Отечественной войны боевого братства и наши ученые из ВНИИ кормов имени Вильямса. Дипломами были отмечены предприниматели, которые приняли участие в городском конкурсе на лучшее оформление фасадов своих предприятий. Среди них СМУ Ингиаком, предприятие Тетропак и Лобнинский завод строительного фарфора. Руководитель администрации города Евгений Смышляев, поздравляя горожан, сказал, что он уверен, Лобня динамично развивается, потому что ее населяют активные люди. Которые занимаются спортом, занимаются культурой, занимаются наукой, создают новые предприятия. Именно благодаря вам наш город расцветает и развивается, поэтому здоровья вам самое главное. Успехов, улыбок, счастья и веселья. С праздником! С Днем Города! После официальной части под аплодисменты зрителей лобнинские артисты перелистали историю нашего города от истоков до сегодняшних дней. Лариса Панина, Александр Михайлов, Алексей Орлов, Алексей Бойко, Михаил Жуков, Дмитрий Жуков, телекомпания Лобня.